Всем привет, друзья! Сегодня бы хотел поговорить с вами, почему голосовые ассистенты уходят от нас, почему они становятся менее популярными. Вспоминаем самую первую Siri, когда она появилась, да, все спрашивали, ты выйдешь за меня, там, и так далее. Would you marry me, и так далее. Общались, и Siri даже развивали, вроде как бы, общительный такой, вежливый, и так далее, и тому подобное. Она говорила на личное, и так далее. Но, друзья, потом появилась Алиса, а Алиса это уже намного круче, это уже просто феноменально, значит, она располагается поговорить. Вот у меня появилась, вот у меня брат подарил вот такую вот умную колоночку, благодаря которой, кстати, с ней в комплекте шло полгода подписки, шли полгода подписки на Яндекс Плюс, там, Кинопоиск HD. Яндекс Музыка, там, бонусы и так далее, и тому подобное, я вот именно с нее подсел. Самой колоночкой я сейчас не пользуюсь. И вообще, я задал себе вопрос, а пользуюсь ли я вообще голосовыми ассистентами, когда я понял, что нет, друзья, я не пользуюсь. Я просто не задаю ничего Алисе. И вообще, знаете, самый интерес у меня был к голосовым ассистентам, именно когда, помните, Алисы разговаривали между собой, когда они были общительны. Так вот, совсем недавно я делал ролик, там, не знаю, уже несколько месяцев назад, для кого-то это не совсем недавно. И я заметил, что все, абсолютно вслед за Сири, в Сири отключили вот эту возможность болтать. То есть, когда ей говоришь, начинаешь ей болтать, она просто понимает, что ты ее просто разводишь, что ты просто ни о чем говоришь. И она просто прекращает говорить, просто замолкает. И особенно, если она понимает, что говорить сама собой, либо с другим голосовым ассистентом, она тоже прекращает говорить. Но это же и было самым интересным, это же и было самой интересной фичей. Это была своего рода такая игра. Алиса, которая там болтала между собой, даже ссорилась, вспоминаем, да, вот я делал ролик, они пригласили друг друга на свидание, сказали, окей, пошли, когда, куда пойдем, там, и так далее. Сказали, вау, круто, потом поссорились по какой-то причине, и так далее. Все это было, да, но сейчас уже как-то происходит не очень. Ну, допустим, из хороших моментов, это новая фича, функция последней станции Яндекса, да, которая без подключения к интернету включает, значит, умный дом, да. То есть, как бы, быстрее включает из-за этого, и так далее, и тому подобное. Но, друзья, честно вам скажу, еще не видел ни у одного знакомого, да, кто бы там, либо кто бы пользовался этим, да, если бы это было популярным, да. То есть голосовые ассистенты как-то, как-то так получилось, да, не смотря то, что они очень крутые. Вы знали то, что, допустим, Алиса может выключить ваш компьютер, если вы ей скажете, слушай, там, выключи компьютер, лежа, да, и вы, и она это сделает, да. Ну, единственное, что она это сделает тупо, вот, нажать кнопочку, выключу, и все. Да, то есть не сохранить ничего, не свернет, не так далее. У нее просто бесконечное количество функций, она может развлекать. Вот последняя игра, которая мне безумно понравилась, это «Правда или ложь», которая тебе, говорит, дает столько информации, о которой ты не подозревал, да, думал, что это не может быть, это невозможно знать, что есть медузы, которые живут бесконечное количество лет, просто вот так вот получилось, они никогда не умирают. Но, опять же, это определили люди, которые умирают. И сколько времени наблюдалась эта медуза, тоже не понятно, сколько тысяч лет, может, она живет тысячу или полторы тысячи лет, да, ну, вот сказали, что она живет вечно, ну, скорее всего, так. Друзья, так что я, как бы, задаю просто вопрос, я не знаю сам ответа, почему люди начали пользоваться меньше голосовыми ассистентами, почему даже моя мама, она задавала вопрос, слушай, я спрошу Алису и так далее, а потом она поняла, что зачем легче просто зайти в приложение, посмотреть погоду, да, и так же и мы все, да, что лучше посмотреть на, значит, тучи, как они идут и так далее, расположение прямо тучи на карте в реальном времени, где какое время посмотреть. Знаете, не хватает Алисе интерактивности вместе с видеоформатом, чтобы она выводила сразу же это на экран, понимала, да, потому что, что она не понимает, она сразу же перекидывает, значит, на статью, да, но, чтобы, знаете, она все это иллюзия, то есть продолжала тему, погода такая-то, потом выводил на экран тучу и так далее, показывала все, да, желательно, чтобы Алиса была анимирована, да, и как это фильмы показывать, чтобы она, значит, чтобы она, значит, сопровождала это какими-то комментариями комментариями и так далее и тому подобное, чтобы все было анимировано, как игра в фильме, и чтобы она была догадливой и так далее и тому подобное. Сейчас пока все в урезом состоянии, но все должно продолжаться. Вот этот голосовой ассистент, он должен продолжать шить, должен продолжать существовать и радовать нас, друзья. Ну, а нас должна радовать еще также и подписка на Кинопоиск и Яндекс Плюс меня лично очень радует. Вдобавок, она у меня обошлась, не реклама, а обошлась там 100 рублей что-то в месяц, и я постоянно смотрю, что на Кинопоиске HD музыку я не так часто слушаю. Друзья, вот такие вот мои размышления мы стали реже, потому что, наверное, человек, ну, как бы, новые фичи приходят, они удивляют, да, они радуют нас в какой-то период времени, просто они остаются не такими важными, потому что важно то, чтобы прямо было сразу под рукой, срабатывал моментально быстро, как перочинный ножик, или, я не знаю, там, что быстро работало, было понятным, четким, безотказным всегда, и вот такими должны быть сервисы. И какие-то сервисы просто уходят в небытие, к сожалению, к великому сожалению. Вот, ну, а я надеюсь, что они будут продолжать, допустим, за рулем, согласитесь, это самое лучшее, управлять Алисой. Но, видно, раз так не все это делают, не все этим занимаются, потому что сервис недостаточно хорош, и иногда он тупит, иногда он тебя не понимает, и сразу же хочется его забить на него и не пользоваться. Хотя, компании Яндексу следует его развивать, и, еще раз повторяю, на, по моему мнению, Алиса лучшая из, значит, голосовых ассистентов среди Марусь, значит, Сирии и других голосовых ассистентов. Есть Марвел даже и так далее. Друзья, ну что ж, вот такие вот замечания, ссылка, как всегда, в описании. Все, добрый, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok